приветствую вас дорогие рукодельницы дорогие мальчики и девочки вы на канале в гостях у елена и сегодня в моей рубрике рукоделье и так показать есть много что если я не показывала видео это не говорит о том что я не вязала просто у меня начался садово-огородний скажем так сезон да и поэтому я не могу все показать хочу показать вот этот коврик конечно же здесь у меня мало что может поместиться девочки но уж как есть у меня ушло сюда два матка вы помните я вам показывал эту пряжу я останавливаться на ней не буду когда я буду ее оформлять с другой пряжей вот эту пряжу я вам обязательно покажу мне хочется продолжить я посмотрела довольно таки он маленький дорогие сейчас прям перед май перед вами измерю и я решила продолжить побольше связать вот я вам сейчас вот скажу сколько он у меня 59 сантиметров ну нет я хочу побольше связать его и естественно это пряжа толстая что-нибудь придумаю у меня уже есть кое-какие мысли какой пряжей обвязать потом вам все это покажу расскажу вот так вот он выглядит красивый очень красивый коврик половичок я сначала думала ну вот так вот на на стул кому-то ну на стул я посмотрела что стулья у мамы что стулья у нас это довольно таки большой оставлять капельку вот этой замечательной пряжи чтобы связать маленькие для стола нет это не пойдет дело я хочу связать его побольше тем более эту пряжу можно использовать и на пол да сюда вот можно с этой стороны после того как свяжу можно будет проклепки сделать как они там называются еще чтобы вам понятнее было силиконовые опишите кто это делал понравилось вам или нет и будет используется на пол в общем вот так тот значит коврик который большой помните я из трикотажа вязала так я извиняюсь у меня как всегда буся прыгнула сверху со стеллажа значит я говорила про коврик трикотажный так вот как настанет тепло обязательно я довезу его на террасе на полу потому что здесь доме у меня нет места он будет большой я его вижу для себя поэтому не тороплюсь и сейчас мне его срочно постелить не надо так что вот такие дела значит покажу продвижение по моему пуловеру паутинка вот это вот из мохера красавчик он у меня идет на размер 50 56 50 будет как оверсайз так покажу вам здесь у меня росток естественно связан я уже говорила о нем рассказывала довязала я его до конца не хочу никакой резинки он будет такой оверсайз здесь просто закончила и после вот его конечно все тут выпрямиться естественно и рукав у меня вот на такой стадии 10 у меня идут убавки вот видите реглан и конечно здесь у меня из 9 петель 9 рядов я связала этот росток в общем вот такие дела нежные мягкие из чего вязала сейчас вам покажу потому что я прямо здесь нахожусь в своем кабинете ки и пряжа здесь значит вяжу я его вот из такого мохера мохер gold от context значит состав пряжи мохер вот 60 процентов хлопок 20 процентов акрил 20 процентов здесь значит масса мотка при кондиционной влажности 50 грамм расчетная длина нити 250 метров вот так вязать можно бить и 3-4 на одной на единички можно гладить но я не глажу такие вещи я только подношу поближе и пропариваю я уже говорила спицы 3-4 я вижу прямо перед вами сейчас измерю так это у меня спицы до не один а именно ну потому что измерительная линейка у него особенная так я вижу четыре с половиной мне очень нравится здесь до 4 я четыре с половиной крючок точно также получается просто шикарно очень когда я его довезу конечно же я с вами поговорю и покажу гораздо ближе да сейчас у меня здесь и возможности нет таких девочки у меня настолько сложно с местом поэтому вот как то так так здесь просто дневной свет я попробовала у себя в столовой на столе но там включая свет и все вообще не очень хорошо в общем все поэтому значит и пуловеру я ничего больше не могу сказать все показала все рассказала обязательно дальше буду говорить потихонечку вижу не торопясь все делаю в удовольствии так дальше дальше если вы помните я была в гостях у олечки и я начала вязать плед вот он мой дорогой он уже закончен конечно вот он и я не буду его сейчас измерять девочки знаете почему да все потому что после в этого он совершенно другой будет из какой пряжи я вижу вот из такой пряжи я вижу бомбина так сейчас покажу именно бомбину он там что мне осталось два матка осталось я не связала их 10 штук было вот такая вот зеленая шерсть меринос 35 процентов акрил 65 значит 50 грамм 150 метров вот такая пряжа шикарная тоже от контекс если вы помните кто со мной тот помнит я вязала вот такой желтый если я с компьютером когда проблема была возможно потерялась она но я постараюсь если найду вставлю фото желтого я вязал для своей внучки перед тем как родилась внучка я связала ей желтый из этой же пряжи просто шикарные вот у меня дочка горел мам куда они не еду гуляю просто на площадке и меня это в коляске он у нее был меня все спрашивали кто вы им вязал какая красота и состав пряжи здесь вот такой поэтому я она мигит мама вижу очень многие спрашивают вижу я хочу такого плана именно этого узора хочу связать побольше значит у меня здесь платочная вязка по краям вот она вот показываю а здесь у меня я не знаю кто как называет этот узор но когда менял этот узор еще научила моя мама и так теперь выключился у меня телефон значит вот этот узор научила меня еще моя мама и научилась я его вязать представляете мне уже 53 вот будет а я его вязала еще честно сказать и в классе наверное да чё в классе то не знаю даже ну в седьмом восьмом классе точно я уже его вязала потому что я вспоминаю что я им связала очень красивый плед именно этим узором вот и помню какое когда это было и значит из девяти петель раппорт плюс петля начала и конец значит вязание вот так красивый и называла она его всегда павлины хвосты и все мы называли павлины хвост павлины хвосты вот такой узор просто шикарный мне очень нравится ажур он смотрится красиво везде а пледыш тем более после того как в этого он просто вот такой вот весь петельки стают на место так значит готов осталось чтобы я это убрала кончики и его значит постирать значит в этого стирка меня все спрашивают лена чем это вы стирайте дорогие друзья то что мы вяжем наши изделия вязальные вот они не требуют сумасшедшей стирки знаете потому что а вот потому что мы ну я же не иду с улицы или там трактор починила и пришла схватила и стала вязать да вы это понимаете поэтому я стираю его ручками никакими машинками не стираю если сказать если можно сказать эта стирка шампунем затем полоскаю в бальзаме все бальзам бальзам можно взять свой для волос недорогой бальзамов полно в фиск спрайсе купите это у вас будет все для вязальных ваших вещей поэтому все никаких больше я стирок не делаю ну конечно же он это пряжа кстати такая знаете пружинистая немножко не знаю почему вязание она прямо от пружиниться такая струица классная пряжа сушу значит я на на сушилке да вот во весь вовсю длину сушилку раскладываю и кладу туда или же на столе смотря что сушим или же на столе стилю полотенца мокровой большой и на полотенце когда полотенце впитает воду я уже практически сухой будет данном случае плед и уже тогда я его могу на сушилку да или же сразу смотря какая вещь можно чтобы поместилась в начале чтоб не оттягивалась во влажном состоянии я это имею ввиду потому что сушилка не такая широкая если у вас что-то поменьше что вы сразу селите полотенце на сушилку и там а я сначала на столе большой вот перед данном случае будет на столе так об этом пледике все обязательно его покажу в готовом варианте дальше дорогие друзья видите как я быстро его связала а связал ушло у меня так девочки не остался полтора матка осталось то есть их было 10 штук так вы понимаете о чем я говорю значит восемь с половиной ушло вот дальше если помните я начала вязать когда уезжала вот из этой пряжи от пихорки начала вязать свитер детский пуловер я его распустила знаете чем не совсем хорошо подсчитала меня просто не хватило бы одного мотка целого потому что их мало их они идут по 5 мотков и 50 грамм так сейчас секундочку я покажу 50 грамм да здесь это высокообъемный акрил детский такой классный нисколечко он не хрустит ну но просто шикарный у меня таких 5 4 или 5 цвета не буду врать сейчас секундочку желтый значит белый значит 4 голубой и розовый и очень было жалко очень было жалко но знаете связать туловище и потом рукава из другой пряжи как-то было бы очень некрасиво но ничего страшного имела я дело в машине вязать ехала и там значит в гостях просто поддерживала олечку потому что зина не вяжет и когда была оли ира не вяжет поэтому как бы я поддержала их и ладно конечно жалко но ничего страшного ничего страшного для артема это вообще шок он говорит это шок для него так а вот из этой пряжи я вязала и у меня он есть сарафан на продажу шикарный сарафан вы все его тоже знаете я вам показывал если получится вставлю фоточку если конечно она есть из такого из такой пряжи я вязала так что я вязал тоже сарафанчик небольшой маленький такой сарафан на эмилию так дальше закончила я штанишки вязать вот такие штанишки я связала не знаю вот так еще вам их показать вот они готовы видите с ластовицей вот так выглядит ластовица и с этой стороны здесь хочу резинку или шнурочек приделать пряжа очень хорошо держится пряжи просто замечательно девочки вот такие вот штанишки вот они 10 у меня шли убавки через 6 петель я делала убавки вот они так вот покажу вам вот видите 10 бабочки у меня шли и подсчитала по пряжи должно хватить должно девочки мои дорогие под памперс естественно вот видите как получается сейчас вот так вот вам покажу вот видите вот такая величина ластовицы под памперс дальше я начала пуловер эти все у меня спицы здесь нужные потому что ими я вижу и это очень важно сейчас я достану линейку аги потому что спицы у меня здесь все ади значит смотрите я сначала подумала может быть нужно будет на другие спицы еще пересадить спицы чтобы удобнее было показать но потом думаю времени нет мои хорошие девочки вот совершенно нет времени честно сказать думаю уже довяжу рукавчик разделю и потом покажу сейчас секундочку хочу поближе вот так опустить чтобы вам вот дорогие друзья вот так лучше видно мои хорошие так смотрите какой цвет бомба посмотрите какая красота это ложная китлевка здесь у меня и набирала узор по плечикам потом думаю не хочу это слишком будет объемно смотреться вот на штанишках вот здесь это путанка путаем не каждый ряд а через ряд то есть два ряда вяжу лицевые лицевая изнаночная лицевая изнаночная затем меняют уже изнаночную или на лицевую лицевую на изнаночную и здесь у меня росток вывязан вот здесь прямо да вот такой получился у меня росточек классный прям вот так вот подальше вам показать завязывала сажала на спицы просто кайфовала настолько мне понравился вообще этот костюмчик и не только костюмчик пряжа надеюсь она мне хватит ну здесь знаете если что я сейчас еще довяжу рукава и посмотрю если не хватит я вниз добавлю потому что на белом я до низа связала и потом стала подсчитывать и мне буквально вот столько бы не хватило потом думаю может быть рукава сделать другого цвета он нет верх то здесь у меня белый в общем не будем о том пуловере вот такая пряжа это yarnart baby и здесь шикарный состав турецкая конечно пряжа вот такой вот цвет если кому-то нужно будет цвет просто обалденный так вот такое обозначение видите дальше 500 грамм идет на полуверчик ну мы не будем про это давайте вот спицы 3 и 5 подождите и связать значит образец здесь пишется спицы у нас идут три с половиной и крючок три с половиной так вообще плохо вижу уже здесь 50 грамм 150 метров и это стопроцентный акрил но какой акрил ребята ребята это нечто это просто вот нежнятина это тоже нежный но этот просто шикарный ну состав конечно здесь совершенно другой хотя и здесь и здесь акрил но естественно контекст но тоже тоже девочки вот настолько мне понравилась эта пряжа я кстати не ожидала такого результата и вязание и так но это просто нежнятина вот этот этот акрил здесь вот просто акрил а здесь высокообъемный акрил так и будем надеяться и верить что у меня хватит но еще раз хочу сказать подберу пряжу и буду думать думать потому что я очень хочу полуверчик такой вот я сейчас уже немного погодя уже буду рукавчик отделять ну вы знаете что я так посмотрела подсчеты я тут сделала полувер конечно будет нет штанишки то смотрите они тоже не маленькие штанишки сейчас я даже измерю я очень хотел чтобы попала так чтобы ребенок носил и потом пусть даже штанишки не будет обычно пуловеры носят еще потом так значит 52 сантиметра если вот так развернуть с завернутыми сейчас секундочку подправлю сейчас сначала вот так вот в развернутом состоянии я вам скажу какая здесь у меня длина сейчас мои хорошие 57 сантиметров вот ну и в завернутом меньше не буду измерять и и я хочу сказать что не такие уж не так уж и на маленького прямо ребенка ну скажем так смотри какой ребенок вот восемь девять годик девять месяцев годик там полтора до двух лет смотря какой ребенка не будут нормальные почему-то мне так кажется ну вот так вот у меня получилось и я связала будем посмотреть кому и как подойдут захотелось мне очень завязать это но в принципе штанишки они идут от года и больше так что полувер тоже я попыталась создать его тоже вот под этот размерчик но посмотрим посмотрите какая красота а цвет какой ой бомба бомба знаете почему я стала делать полувера не кофточку вам что я кофточку свяжу да все потому что возможно что и мальчику подойдет такой цвет можно и мальчику одевать да если бы была кофточка то естественно мне нужно было бы пуговички до понимаете либо на девочку либо на мальчика уже установить так хочу показать вам я завязала еще один плед виде какой он красивый просто прелесть здесь у меня нет никакой резинки сразу да там это есть она из платочной вязки а здесь нет здесь я свяжу вот такой вот еще край и я хочу его в розовом виде в розовом цвете либо в голубом либо в белом ведь здесь можно и тот и тот я потом вам поделюсь расскажу обвяжу либо крючком несколько рядов либо прямо вот ну посмотрим по краю что будем что буду делать покажу значит вяжу из вот такой вот пряжи пряжа обалденная на мне очень нравится это опять-таки смотрите сто процентов акрил 100 грамм здесь в матке и 320 метров да вот здесь у нас 34 вяжу я с 4 не с 4 а 5 спицы 5 это хочу вам сказать это объемный хочу чтобы было то если вы не умеете вязать с большими спицами больше чем советует до производитель на пряжи то смотрите сами а мне нравится я пробую всегда и вот это объемные получается красивый пледик так что здесь у нас еще крючок 24 минимум 32 а спицы 34 вот тоже на единички можно так показываю вам цвет вдруг кому-то понадобится замечательное это ализе бебеботик секири вот эти можно связать и кофточки и все на белом свете и плед я связала и у меня даже есть по моему не по моему есть мастер-класс кстати все видео вы сейчас находите в плейлисте рукоделие не надо искать по каналу заходите в плейлист рукоделие в гостях у елена если отдельно набирать если сейчас вот находитесь то ну тоже не трудно найти будет значит жилетку очень красивая жилетка внучечка носит ей просто круто вообще и еще голубую пряжу юбочку я и вязала получается очень красивая с водолазкой она просто куколка ходит значит в такой жилетке у меня здесь так подождите длина для нас здесь какая у нас получилась 30 20 метров у меня три матка и по-моему еще половина где-то есть надо поискать я думаю что мне на такой вот пледик достаточно хватит и по краям я еще его обвяжу чтобы извести извязать пряжу эту шикарную и плюс еще что было красиво говорю вам что у меня есть и голубая ведь здесь синий голубой цвет розовый белый бледно-розовый так что подберем дальше я сейчас усердно начала вязать крючком скажу вам какая у меня есть пряжа вот такая у меня есть пряжа у меня нет упаковок чтобы вам точно сказать длину и так далее я распаковала на них у меня как видите нет упаковки может быть на какой-то так вот здесь вот есть упаковочка сейчас мы достанем это подождите а вот yarn art violet здесь 50 грамм видите сами все и метраж вот из них я вязала на пасху яйца до мешочки для яиц вот так будем говорить вот из такой пряжи я вязала так дальше у меня вот это пряжа я не помню какая и какая длина не буду вам врать и говорить вот из этой тоже я не помню что-то еще вязала я что-то вязала где-то один еще маленький было три нет их было четыре я что-то вязала это вот такая же только это белая пряжа смотрите какая классная пряжа вообще салфетки а вот это пряжа я покупала ее всю в глобусе я вам показывала но кто-то говорил что продается еще она в экспрессе вот так что такая вот у меня дорогие друзья пряжа сейчас покажу вам что я вижу уже начала вязать и с упоением это делаю как говорится и тут остапа понесло да так еще у меня вот что есть секундочку вот с белой уже начала вот такая пряжа есть буду тоже вязать из нее здесь у меня ализе белла вот сто процентов катон маленькая 50 грамм 180 метров но из нее я хочу какую-нибудь летнюю кофточку ровно как из этой тоже это у меня хлопок амазонка золотая коллекция по германской технологии здесь 50 грамм 155 метров такой вот цвет это от color city я начала вязать кофточку и со спицами и перехотела ее резко вязать она в крючке будет вот такая шикарная будет ключи в крючке эту корзину тоже связала я сама да я вам уже ее показывала хотела обвязать чем-нибудь но думаю нет вот так она очень красиво смотрится вот нет времени показывать несколько потому что основная моя работа это огород так здесь начала хоть и хочу придумать узор вот уже начала это дорожку хочу красивой связать и вы видели там у меня цвета значит белая желтая хочу пасхальный цвет голубой желтый белый вот вот они из них хочу связать дорожку но посмотрю это я пока начала я ездили мы с артемом покупать землю туда-сюда все для рассады я машине вязала так вот такой но это еще не значит что все но ведь самое главное девочки мои сейчас вы увидите что я вижу из голубых начала вот такую салфеточку посмотрите какая она красивая смотрите вот естественно когда постирается на будет классно это из пять кончиков пятиконечная салфеточка такая будет давайте вот так я покажу так вот даже виднее по будет вам значит вяжу с крючком 2 и 5 вот такой вот крючочек у меня такие крючки есть они мне очень при очень нравится и еще есть покажу вам сейчас но крючком конечно много ну я просто основные такие вот которые у меня не очень удобные а эти вообще очень удобные очень да эти тоже ведь вот это вот выемка здесь короче все крючки потом покажу вам в общем вот так получается у меня видите так действительно астапа понесло я с тобой вязать обязательно закрываем и едем с вами дальше а понесла стопа нет это это потом я начну вот с этого ой девочки знаете что давайте я вам покажу расскажу немножко про вот этот пуловер эту пряжу сложно распускать я очень очень уже не хочу связать пуловер из нее потому что я надумала вязать из этой пряжи она у меня есть разные пледы мой простите пледы шали она очень подходит для шалей ну и не только но я завязала пуловер посмотрите какой красивый и это пряжа у меня ее много вы знаете alize angora gold star значит здесь 100 грамм в матке и 410 метров вот такой этот цвет дальше 67 акрил 17 шерсть 11 полиэстер и пайетки 5 процентов состав вот такой спица 45 крючок 3-4 и так у меня три матка пуловер выйдет обязательно классный но в то же время вышла бы классная шаль и смотрите а если я распущу а все тут так классно получается я сейчас уже буду делить на рукава и прямо очень переживаю за это прям очень девочки но распускать очень очень сложно надо внимательнее аккуратней по той причине что здесь пайетки и сейчас я вам расскажу поле я вижу уже начала вязать шаль и скрю в крючке распускать это просто невозможно поэтому если вы будете вязать шаль я уже это испробовала с крючком где есть пайетки то не путайте выучите узор досконально на обычной пряжи без поездок а потом переходите в общем здесь я думаю 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 уже видите сколько связала тоже но думаю и девочки и мальчики и так сейчас расскажу быстренько про вот эту красоту поскольку я уже про хлопок рассказала значит покупала я упаковочку пряжи слонимской это белорусская пряжа через инстаграме рассказывала увидела у девочка дачу инстаграм работал я он и сейчас работает я имею ввиду что это было два года назад я увидела и подумала свяжу себе платье из крючка из крючком ну тут можно и спицами вязать тут 1 и 5 самое больше 2 крючок а и спицы 2-3 ну естественно на 1 и 5 не получится я пробовала 100 грамм 500 метров 40 лен 60 хлопок кужалек белорусская пряжа туда же телефончик у них есть в общем вот такой значит что к чему я веду разговор что я попробую себе связать платье но пока еще у меня если эти здесь очень хорошо можно достать серединку так мне понравилось легко не на там искать ее но и здесь она тоже вот так вот ставишь очень хорошо распускается и вяжешь но и не не точно не точно мои дорогие девочки у меня 5 мотков так это получается до 500 метров здесь угол голова и так развернула и показала нет ну что ж дорогие друзья пообщалась а станюшкой беликовой увидела у нее шали и думаю пойду-ка я пошалим повяжу-ка я шали и посмотрите какое шаль завязала видите из этой же пряжи повторю что у меня ее много я сейчас постараюсь вам так ты где там секундочку тут я завязывала хотела кое-что связать но так вот поставим вот у меня их сколько получается у меня 4 я вязала из такой пряжи пуловер шикарный пуловер дорогие друзья и у меня и не 4 у меня не 4 вот сколько у меня по моему даже две упаковки были до были две упаковки вот эта упаковка у меня новой только начала а из другой упаковки я связала красивый пуловер его у меня нет я его продала значит это ализе ангураголд ну все знаете и у меня много пряжи разного цвета и по составу есть и значит 550 метров и значит здесь 80 процентов акрил 20 шерсть 36 спицы 2-4 минимум 5 и 5 крючок на единички я отпариваю значит вот сколько у меня такой пряжи я намереваюсь девочки сразу говорю вам вязать из нее из этой пряжи сколько шалей хватит столько и свяжу мои девочки дорогие до чего она красивая получается шаль пряжа просто нежнятина с этой пряжи будет и тепло что-то падать никак не и красиво и вот такой вот у меня узор я решила по два ряда арочек 9 рядов вяжу значит и в каждую арочку вяжу по три столбика с накидом и потом два ряда вяжу арочкой вот так я конечно не супер мастер в этом но мои дорогие друзья я люблю вообще спицы обожаю но я когда решилась на это меня понесло так я теперь хочу купить книгу себе ажура специально для шалей закажу как-нибудь себе в интернете выберу теперь меня понесло я сидела вечерами девочки до вечерами каждый днем у меня работа и рано утром чашечка кофе и час вязальный у меня выделяется постоянно во всяком случае пока нет сильной работы в огороде так вяжу значит от красоту танечка посмотри моя дорогая спасибо тебе огромное заболела я глядя на тебя но вы понимаете тут елену понесло и тут елену понесло и она замахнулась эгегей на какой узор и моментально я его он у меня просто вы знаете без меня нет никакой схемы никакой схемы достаточно мне было увидеть у девочки у нее тоже никакой схемы и все и понеслось 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 и вот такая естественно после в то она постирается и будет классно и вы посмотрите какая пряжа посмотрите какой узор вот один клина вам покажу посмотрите что делается девочки до сложный узор но такой красивый посмотрите край какой закадычный получается вот такой вот край здесь уже концовка тоже край будет красивый я сделаю посмотрите придумаю что-нибудь по краю можно даже связать вот вот такой гребежочек видите получается в одну арочку три значит и столбика с накидом затем здесь провязываешь две петли подъема и снова добавляешь красиво получается очень красиво вот так вот проще так этот узор показать вот вы его вот видите вот в этом состоянии а здесь он получается совершенно опа не там показываю вот край какой получается это нужно объяснять повторюсь хоть я не ас но мои дорогие друзья вы просто посмотрите какая красота и я заболела вижу значит вот я сейчас вам показывала пуловер точно такая же пряжа но сейчас вам покажу потому что понадобится вдруг кому-то цвет ой девочки я просто слов не нахожу какая красота и вот она ведь и можно и кофты и шалли ой какая же красивая пряжа этой пряжи у меня мои дорогие друзья немного поэтому я обязательно по краю придумаю связать совершенно другим цветом и даже возможно другой пряжей посмотрите сюда такой цвет у меня есть должно быть очень красиво должно а там посмотрим такой цвет у меня есть видите так но это тот же самый цвет просто здесь не видно я достаю мои дорогие девочки и мальчики вот вот он а такого же такая же пряжа у меня из другого цвета я сейчас не буду доставать мои девочки это я пока просто вам показываем и хорошие это не значит что я свяжу именно из него и у меня еще есть такой розовый потом у меня еще есть вот такой который очень хорошо подходит и по толщине нитки и скорее всего я его довяжу вот так это ализе это лана голд 800 пряжа про просто шикарная я настолько и люблю в крючке она смотрится шикарно я просто обожаю 51 акрил вот здесь все пишутся и 49 шерсть так поближе просто шикарная шикарная пряжа и очень хорошо подходит повторюсь толщина тоже подходит длина пряжи точно будет нежненький нежненький край будет вообще ну надеюсь что будет все хорошо все получится довольно таки прилично и уже это так вот кажется на самом деле она уже такая большенькая вот эта шаль связана так что вот буду подбирать что получится буду с вами размышлять как лучше обязательно все вам покажу так что девочки я заболела шалями заболела шалями шаля мания у меня буду вязать и вязать и вязать вот такой вот я узорчик вижу о запоминается шикарно никаких подсчетов никакой схемы ничего нет пошел 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 и все я забыла забыла где на интернете я нашла честно надо было записать вот но я думаю что вязальщицы этот узор знают кто с крючком а для начинающих я ничего не могу сказать девочки получится вспомню увижу я не помню просто и искала в поисковике узоры для шалей ну и вот она там просто девочка показывает узор с и вот отсюда отсюда из пяти или по-моему шести петель я уже забыла по моему нет восемь петель так что вот так дорогие друзья показала дальше сейчас хочу вам кое-что показать а дальше покажу вам олечка подарила мне вот такую красоту я все никак не начну вязать носки знаете я не очень люблю мелкие вещи вязать я человек крупных вещей возможно возможно и буду вязать еще но не буду распускать здесь все вот этот так эту конструкцию секундочку это у меня еще вот открыт открыт открыточка такая это инструкция в использовании блокаторы для носков смотрите здесь у меня размеры главное покажу вам размеры от 35 и до 44 девочки олечка спасибо тебе моя любимая девочка спасибо за такой подарок на рождество так и еще у меня есть вот что вот такая фурнитура ищи смотрите вот у меня для больших гольф высоких и есть два размера я не помню какие размеры вот на них не описывается но их можно измерить конечно их по моему 36 и 3840 что-то так ну это можно измерить смотрите какая прелесть их можно разукрасить можно красиво сделать покрасить в общем для гольф есть у меня это я сама покупала для варежки перчатки и смотрите прямо новогодний какой-то такой с выпечкой прелесть такой еще блокатор так и вот такая фурнитура у меня есть я все еще никак не могу начать что-то из них сделать я дочери две подарила это видите можно сделать и копилочку а можно постараться здесь мне дочка говорила сделать как-то она объясняла чтобы крышечка открывалась вот это вот можно использовать как на дно до корзины так и крышкой сверху но там с умом нужно это делать она мне объясняла как овал квадрат и большой круг вот я большой и давала на связала такая прелесть ну какие мои годы правда девочки и мальчики какие мои годы пусть все для нас вязальщиц это все равно что как кто копит золото кто там шубы платья туфли туфли по 10 штук сумок 15 а у меня вот это то что вам показываю у каждого свое и я это очень рада за каждого человека кто чем занимать кто что любит тот себе в этом и не отказывает и угождает так девочки что еще хочу сказать а вы посмотрите сколько я вещей уже связала очень много и сколько я вещей завязала еще если честно сказать кто меня смотрит тот понимает и за короткое время связала очень много вещей плюс я еще работаю про это не надо забывать и я знаете девочки всем говорю отчет у нас ни перед кем не должен быть вязание это рукоделие а всякой рукоделие это удовольствие поэтому мы должны получать удовольствие от всего что делаем я говорю себе что я очень большое удовольствие получать когда я захочу я буду вязать захочу я не буду вязать это мое право и я не все показала потому как и где-то где-то у меня у меня еще мои девочки дорогие есть вот такая жилетка тоже ее потихонечку эту жилеточку буду довязывать да я маме довязала кайфует она от коврика она его постелила как и мечтала перед кроваткой она встает рано утром и ножки на него ей очень нравится а он я вам хочу сказать огромный коврик я его до нового года быстренько есть связала вяжу вот такой жилет хочу вот такие жилеты меня научила вязать моя мама и не только такой еще другого плана и так снова перебили значит резинку вот такую я вижу посмотрите какая она классная нам не очень нравится эта резинка она во первых по выпухлости красоту создает во вторых очень хорошо держит резинку пряжа у меня кавказская значит я вижу четыре можно три четыре ряда четыре это будет чуть-чуть по объемней здесь у меня три ряда 4 вру здесь четыре ряда патентный узор патентная резинка а дальше я совершенно обычную резинку вижу одна изнаночная на лицевая вот так довольно-таки приличные приличная ширина резинки дальше это у меня размер пятьдесят шесть и больше можно носить на пятьдесят шесть и на другой размер возможно то есть он и свободнее и в общем вот так я посадила на спицы таким образом я уже вижу снизу связала прилично здесь я буду разделять все и покажу потом буду показать вам экспресс вот сейчас допустим экспресс вот и сколько набрала здесь это конечно петли вы сами должны по своему размеру набор я вам показала обычно и резинку рассказала как вижу связала нужное количество да и здесь уже естественно будут разделяться у меня подрезы вязаться будет вязаться спинка и перед и об этом потом когда я это сделаю подключусь и расскажу вот таким образом я себе замеряю вязание вот я допустим вечером чара села но это вязание у меня утренние вот столько я могу связать утром на любой другой вещицы вечерние это возможно больше вот я себе отмерила сегодня буду вечером вязать я переставляю маркер вот сюда и пошло поехало в общем вот так это для себя это сейчас спрашивает что же у вас там один стоит для чего здесь маркер в общем вот так дорогие друзья обожаю эту пряжу я показала видео ссылочка внизу в описании под видео будет показала обзор пряжи где я купила и сколько я купила сейчас на днях намереваюсь закончить спикировкой всей рассады хотя и практически все распикировала чуть осталось у меня об этом будут отдельные видео так как у меня в гостях у елены и в гостях у лены есть все начиная от готовки вязание сад тары пыры и так далее я вам обязательно покажу видео сниму практически все у меня по своим местам осталось совсем чуть-чуть и тогда мои дорогие друзья все будет остальное все покажу остальное вот и как буду перематывать пасмы вот тут это пасма перемотана уже давно это из старых закупок из три года назад я покупала четыре года назад эту пряжу и сейчас тоже два огромных мешка пришло поставлю вам ссылочку внизу закреплю в описании под видео чтобы вы могли перейти посмотреть где я и какую пряжу купила ну что ж мои дорогие друзья возможно что то еще можно показать но думаю сейчас время гиги гиги какое и будете меня ругать поэтому всем желаю хорошего настроения это самое важное радости мира тепла добра и если мы будем всем этим владеть и дарить ее окружающим то я вам обещаю шикарную жизнь а ведь это так просто очень просто быть счастливым и дарить счастье другим окружающим себя и вот на такой хорошей ноте я вас обнимаю и благодарю за то что вы со мной за то что вы меня смотрите поддерживайте и я хочу вам сейчас еще сказать что вы у меня самые лучшие зрители друзья подписчики потому что есть разные кто просто подписчик кто зритель а кто есть и друг который и подписчики зритель и друг самые лучшие я вас люблю до новых встреч на моем канале в плейлисте рукоделие ровных петелек пока пока друзья и и Субтитры подогнал «Симон»